Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Как избавиться от пищевого расстройства и заставлять себя что-то делать или остановиться? Не могу отказать себя в еде и поощряю свою лень, отчего крайне несчастно. Смотрите, здесь несколько моментов. Первое. То, что вы переедаете, может быть связано либо с ощущением небезопасности, и вы таким образом себя защищаете, либо связано с снятием некоторого стресса, с бегством от стресса. Это первое. Второе. Наставлять себя что-то сделать идея не лучше. Потому что если у вас лень, то это хорошее новость, это как минимум говорит о том, что в какой-то степени вы замечаете факт того, что чего-то вам не хочется. То есть вы замечаете, что вас, ну, что-то не устраивает. Вы замечаете, что вам что-то не нравится. Вы замечаете, что чего-то вы не хотите. И вообще-то говоря, лень здесь выступает в качестве индикатора для понимания вот этой самой истории. Для понимания того, что я сейчас чего-то не хочу. И если вы будете в той или иной степени пытаться себя побороть, если вы будете пытаться себя поборовать, если вы будете пытаться, ну, доставлять себя что-то делать через силу, то, на мой взгляд, ничего корочеего из этого не получится. Потому что, ну, хотеться делать больше, вам вряд ли будет. А отвращение к тому, что вы делаете, у вас будет только нарастать. К сожалению. Поэтому, мне кажется, что идея здесь заключается именно в том, чтобы себя не заставлять, а в лучшем случае найти то, что вам нравится. Найти то, что вам подручает. Ну, или хотя бы постараться это поискать. Вот. Дальше, я думаю, так же, что у вас данное состояние с какого-то момента началось. То есть, я думаю, что подобные ощущения свои, вы начали замечать в себе с определенного момента времени. Вопрос только заключается в том, что это за определенный момент времени, что он из себя этот определенный момент времени представлял. Да? То есть, что вот с вами в этом смысле происходило? Что происходило с вами такого, что вы вот начали лениться, начали заедать и так далее. Вполне возможно, что речь здесь идет о некой вашей травме. Вполне возможно, что речь здесь идет о некотором внутреннем конфликте, который у вас наблюдается. Ну, который вы всеми силами сейчас, по крайней мере, пытаетесь не замечать. От того, что вы пытаетесь не замечать какой-то свой внутренний конфликт, вам вряд ли будет хорошо. От того, что вы пытаетесь сейчас убежать от конфликта, в еду, в лень, тоже вряд ли будет что-то хорошее. Поэтому я бы сказал, что с этим конфликтом нужно встретиться. Вот. Желательно, на мой взгляд, это делать с помощью психолога. Так, по крайней мере, мне кажется, это наиболее оптимальным, наиболее корректным, наиболее справедливым для вас. Конечно, вы можете быть с этим не согласны, и это ваше право, но, тем не менее. Вам необходимо также из близких людей. Людей, которые могли бы вас поддержать, людей, которые могли бы вам помочь, людей, которые могли бы быть к вам чувствительны, внимательны и так далее. Собственно, если поддержки людей у вас нет, то, естественно, будет несколько сложновато с этим, ну, как-то взаимодействовать. Это нормальная общая практика. То есть подход здесь нужен именно вот, такой подход нужен. То есть подход нужен, вот, что называется, комплексный подход нужен. Понимаете, да? Если не использовать в этом смысле комплексный подход, то я боюсь, что в этом смысле вам тоже будет достаточно тяжело и легко. Ну, и, наконец, последнее, на чем хочется сконцентрировать ваше внимание. Это интерес к жизни. Вот вы много говорите о том, чтобы что-то делать, чтобы перца отмениться. Но что вы хотите делать? Что вам нравится? Что вам интересно? Вот это очень важный вопрос. Потому что если ситуация заключается в том, что вам неинтересно, ну, в той или иной степени вашей жизни, если вас, ваша жизнь, в той или иной степени не увлекает, не привлекает, не нравится, не вызывает интереса, откуда здесь, в таком случае, возьмется мотивация что-то делать? Поэтому к своей деятельности нужно подходить, на мой взгляд, достаточно гуманно. Вот, именно гуманно, именно гуманно, именно с позиции того, а зачем, понимаете? То есть я сейчас как-то живу, вы сейчас как-то живете. Худо ли, бедно ли, нравится вам это, не нравится, но вы как-то живете. Я думаю, что живете вы относительно неплохо. В смысле того, что каких-то острых достаточно потребностей у вас, скорее всего, и это нужно менять. И вопрос здесь возникает довольно жесткий и бескомпромиссный. Зачем мне выходить из зоны своего комфорта? Это всегда нелегко. Всегда нелегко выходить из зоны своего комфорта. Из зоны своего комфорта. Поэтому, если мы здесь говорим о том, чтобы вам что-то менять, необходимо четкое понимание цели. Зачем я хочу что-то менять. Если вы сами не знаете зачем, если вы сами не знаете куда, то вряд ли опять же что-то получится. И последнее, на что мне бы хотелось обратить вам ваше внимание, последний момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это выгода. В психологии существует такое понятие, как вторичная выгода. Что такое вторичная выгода? Вторичная выгода это то, что я получаю от не самых хороших действий в своей жизни. Это история про то, что вот я вроде бы совершаю действие деструктивное. Ну, например, вот. В вашем случае это действие, то что вы по вашим словам переедаете, то что вы по вашим же словам ленитесь. И, к примеру, вам это не нравится. То есть вам не нравится то, что вы это делаете. Вам не нравится то, как все происходит. Вы хотите это поменять, но не можете. Почему? Потому что, скорее всего, вас что-то привязывает. И привязывает это именно вторичная выгода. То есть то, что я получаю от этого. Это не всегда очевидно и не всегда заметно. Это не всегда лежит на повернутом, к сожалению. Но, тем не менее, это есть. И нахождение вторичной выгоды крайне важно для более корректного, полного понимания того, что со мной сейчас происходит. Вторичная выгода – это то, с чем сталкиваются болезни. Ну, например. Часто вторичной выгодой является поправность человека, чтобы наказать себя или других. Например, вас обидели, например, вас обидели и вы решили человека наказать. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Так, так бывает. Это не плохо. Ни в коем случае. Это ни в коем случае не плохо. То, о чем я говорю – неплохо. Но важно отдавать себе в этом отчет. Важно понимать, что с вами это происходит. Потому что, если вы не будете в этом, ну, допустим, с собой честны, если вы не будете с собой честны в этом аспекте, то, скорее всего, вы не сможете… никуда продвинуться. Никуда продвинуться. Вы не сможете продвинуться вперед. Вы не сможете продвинуться дальше. в понимание себя. Понимание своих желаний, понимание своих ценностей, своих стремлений и так далее. Вопрос здесь, в этом смысле, достаточно серьезный. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы, так или иначе, вы постарались обратить на него внимание. Ведь это очень важно. По факту, это и есть вы, по факту, это и есть ваша жизнь, это и есть ваша психологическая жизнь. Жизнь, которая, в общем и целом, как мне кажется, очень часто не замечается. Ну, человек, вот. Хотя, вообще-то, вообще-то, это является очень важной составляющей любой деятельности, любой жизнедеятельности человека. Поэтому, на мой взгляд, упускать такую важную деталь нельзя. На мой взгляд, то, что вы делаете, как раз таки упускаете эту важную деталь. И, на мой взгляд, в этом ничего хорошего совершенно нет. Не для вас, не для тех, кто вас окружает. Нет каких-то универсальных, я бы сказал, способов решить ваши проблемы. Каждый человек, он уникален в своём роде. Каждый человек, он универсален в своём роде. И уникальный, и универсальный. И вы тоже. Вам важно только это заметить. Вот. Я бы сказал, что, ну, поскольку, поскольку, речь идёт о том, что, вероятнее всего, вы находитесь в зависимости, то в этом смысле ваша зависимость, как и любая другая зависимость, связана с попыткой что-то компенсировать. То есть, иными словами, вы пытаетесь что-то компенсировать. Какие-то трудности в своей жизни. Вы пытаетесь компенсировать какую-то болезненность в своей жизни. Вы пытаетесь компенсировать недостаток чего-то в своей жизни. Вот. То есть, по большому счёту идёт компенсация. Таким образом, получается, что зависимость вам в любом случае для чего-то нужна. Только для чего? Пока не ясно. Но хорошая новость заключается в том, что это можно узнать. Можно узнать, для чего вам нужна зависимость, если с вами пообщаться. Можно узнать, для чего вам нужна зависимость, если с вами поговорить. Если выяснить, что же с вами произошло. Сейчас это не очевидно ни для вас, ни для нас. Ну, потому что мы не знаем, как складывалась ваша жизнь. Мы не знаем, что вы в своей жизни сделали. Мы этого не знаем. Но, если с вами поблицаровать, то узнать это, конечно же, не составит большого труда. Вам нужно только решиться на это. И, повторюсь, гораздо легче это решиться, если вы будете неравны, если вас будут поддерживать окружающие люди. Вот, пожалуй, то, что я хотел вам сказать. Вот, пожалуй, то, на что я хотел бы обратить вам ваше внимание. И это, как мне кажется, исчерпывающая информация по вашему вопросу. Она именно что исчерпывающая. То есть, вы или находите в себе ресурсы для того, чтобы начать что-то менять. Причем, никто от вас требовать ничего специально целенаправленно не будет. Требовать нет. Разбираться с тем, что в вашей жизни происходит. Да, конечно. Требовать нет. Требовать никто ничего от вас не будет. Поэтому, если вы вдруг боитесь, что вам придется что-то делать обязательно, то нет. Бояться здесь совершенно нечего. Бояться здесь совершенно ничего не нужно. Я думаю, что в процессе беседы вы будете обязательно сами до чего-то доходить. Я думаю, что в процессе беседы вы обязательно будете сами что-то о себе новое узнать. Вот. И хотелось бы, чтобы вы запомнили такой, как мне кажется, важный момент, о котором я уже сказал. что до тех пор, пока вы не знаете свою потребность, до тех пор, пока вы не чувствуете свою потребность. Ну, я имею в виду, ну, именно вот, то, что вам хочется, то, что, то, в чем вы нуждаетесь, вот, до тех пор ситуация, скорее всего, останется. Такой. Понимается, да? Я надеюсь, о чем идет речь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Обращайтесь за помощью. Помощью вы, большая молодец, что начали об этом говорить. old? Да. Разговорение На этом, конечно, очень importante, для женщин, которые которые Режа просят с возможностью эльуфа на студии. Продолжение следует...